12 апреля в СПБГУ отметили традиционный праздник народов Юго-Восточной Азии, Сон Кран, или Тайский Новый Год. Его организовала для студентов кафедра филологии Юго-Восточной Азии в тайском кабинете Восточного факультета. На самом деле Новый Год завтра будет, но раз сегодня наши студенты все на кафедре, на факультете будут, поэтому решили сегодня отметить. Да, чтобы собрались все. Апрель — это самый жаркий месяц в Таиланде. И для тайцев мы на этом празднике обливаем друг друга водой, устроим водяную войну, чтобы облегчить немножко с таким приматом. Такая традиция очень тесно связана с семьей. Мы выразим благодарность своим родителям, старшим родственникам и, конечно, тоже ходим в храм. Делаем благодеяние, встретим так Новый Год, чтобы Новый Год был благополучим. Само слово «Сон Кран» заимствовано из санскрита и означает «переход». Этим праздником тайцы отмечают приход на смену апрельской засухи сезона дождей, который даст необходимую влагу будущим урожаем риса. Мой любимый счастье этого праздника — это просто быть со семьей. У нас есть выходные дни. Можно поехать в какой-то ресторан вместе. Тайские люди любят кушать в ресторане или на плаже. Кушать морепродукты. Большие креветки. Большие креветки и так далее. Обливаться водой в тайском кабинете в этот раз не стали, но атмосферу праздника создать получилось. Студенты восточного факультета рассказали гостям о главных ритуалах санкрана, философии этого праздника, а также приготовили традиционное тайское блюдо — жареный рис с ананасами. Я могу сказать, что это судьба, потому что, на самом деле, когда я поступала на это направление, я его не выбирала сама. Университет выбирает методом ранжирования для студентов направления, но когда я сюда попала, я настолько полюбила тайскую культуру, что мне кажется, что, наверное, можно сказать, что в прошлой жизни я была тайкой. Когда я была в Таиланде, мне приходилось сталкиваться с тайскими праздниками. Тайцы любили меня водить в тайские храмы и делать подношения к буддийским монахам. А еще тайцы говорят, что важной традицией их культуры является сделать фотографии перед едой. Если не сделать фотографии, то ты не поел. В 1897 году правитель Сяамачула Оланкорн посетил Петербург. В результате этого визита был подписан договор и установлены дипломатические отношения между нашими странами. Этим отношениям уже 125 лет, и студенты Санкт-Петербургского университета, отмечая тайский Новый год, не только с уважением относятся к традициям народа Таиланда, но и укрепляют российско-тайскую дружбу. Наталья Агусева, Евгений Горяев, Медиа-центр СППГУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова